В завершении мне захотелось поговорить о таком сюжете, который заставляет задуматься о некоторых героях Достоевского, их психологии, о том, как все это дело остается живо в коммунальном восприятии мира. Те два документа, которые я хочу прокомментировать и показать вам, отражают эти особенности личности. Но, понимаете, нас эти особенности личности интересуют как социальный факт, потому что эта личность не одна, таких личностей много. И эти документы, они показательны, они характерны для своей эпохи и для того типа отношений между людьми, который складывался, в частности, благодаря их совместному проживанию. Мы говорили уже про разные заявления, доносы, обращения и так далее. Несмотря на то, что вот это заявление озаглавлено именно так, на самом деле это, наверное, не совсем заявление. Оно направлено в дирекцию и местный комитет универмага «Гостиный двор» от жильцов квартиры такой-то по улице Петра Лаврова. Почему в «Гостиный двор»? Ну, по-видимому, «Гостиный двор» имел отношение к одной из живущих в этой квартире. В нашей квартире совместно с нами проживает свыше 15 лет гражданка, фамилию я не буду называть, зовут ее Бая Иосифовна, работающая в универмаге. В квартире Бая Иосифовна ведет себя скромно, корректно, вежливо. И мы, все жильцы, относимся к ней с большим уважением. Указанное заявление мы решили вам написать на тот случай, если к вам поступит кляузное заявление гражданки, у нее двойная фамилия через дефис, я назову только вторую часть. Выгода или выгода, я не знаю, как ставить ударение. Кляузное заявление. Чем неоднократно она занималась все эти годы, стараясь оклеветать и очернить порядочных людей? Дело в том, что семья, названа эта фамилия, мать 60 лет и дочь 40 лет и двое детей, это бич нашей квартиры, они терроризируют всех жильцов. Они пакостят всем жильцам, сами учиняют скандалы и дебоши, и сами же строчат доносы кляуза в различные организации на всех жильцов, вплоть до детей. Даже на первоклассниц Свету и Таню, гражданка, называется фамилия, ходила жаловаться в школу. У нас в квартире проживают в основном люди преклонного возраста, больные, и мы никак не можем справиться с этой. И вот, видимо, это письмо не было отправлено. Здесь зачирикано, можно, наверное, восстановить, что там хотели написать, но поскольку здесь была помарка, это письмо не отправили. Это осталось как неотправленный документ. «Все, что напишет гражданка выгода, это абсолютная ложь». И несколько подписей. 1964 год. Смотрите, это такой донос, который является превентивным доносом. Это знаете, как есть ракеты, а есть противоракеты. Наверное, придумают какие-нибудь ракеты, которые против противоракетных ракет. Вот для того, чтобы каким-то образом обезопасить себя от доносов, люди, движимые, вполне возможно, лучшими намерениями. Но и вот тут начинается интересное. Можем ли мы восстановить, кто из них был прав, кто виноват? Что дает нам основание для того, чтобы заглянуть в этот текст и каким-то образом реконструировать ситуацию? Может быть, если бы мы посмотрели на содержание этих кляузных заявлений этой семьи в угода, может быть, оказалось бы, что они в чем-то правы. А может быть, и не оказалось. Тот факт, что они это делают постоянно, пожалуй, заставляет нас предположить, что здесь не все так просто. В смысле, что, скорее всего, действительно, ведь была категория таких патологических кляузников, которые везде писали для того, чтобы чего-то добиться через это. Такой документ, это оригинальный документ, но, может быть, вы знаете, что коммунальный быт оказался основой целого ряда инсталляций московского замечательного концептуалиста Ильи Кабакова. Вот разного рода документы, представленные в его инсталляциях, это не только записки, которыми он иллюстрирует быт, не только воображаемые подписи к небольшим предметам, экспонатам огромного музея быта, из коллекции человека, который ничего не выбрасывал. И каждой маленькой штучке, куску тряпки, крышке, обломку карандаша он приписывал целую историю, которая показывала контекст, в котором этот экспонат появился. Через это мы заглядываем в коммунальный быт очень с неожиданной стороны, потому что каждый из этих экспонатов оказывается верхушкой айсберга целой человеческой истории. Но вот такого рода в духе Достоевского документы присутствовали в большой стопке документов, которая досталась при определенных обстоятельствах Кабакову и которая подтолкнула его к работе над своими коммунальными инсталляциями. Там тоже много Достоевщины, там тоже много вот такого вот и кусания себя за хвост, и превентивности в отношении доносительства. И все это заставляет нас ощутить и попытаться как-то эмпатически вникнуть в эту атмосферу, где палач и жертва, преследователь и жертва, они связаны одной цепью, они находятся в одном густом растворе и не хотят из этого раствора никуда деться. То, что это осталось в какой-то мере до наших дней, иллюстрирует совсем свежий документ. Я процитирую его целиком. Это письмо, направленное в австрийское консульство. В Петербурге есть австрийское консульство. Письмо датировано 2003 годом. Судя по некоторым признакам, аналогичные письма были разосланы в консульство разных государств. Уважаемый господин генеральный консул, обратиться к вам меня заставляют следующие обстоятельства. В коммунальной квартире по вышеуказанному адресу адрес указан. Вместе со мной проживает гражданка Магниткина. Я называю эту фамилию, но не называю унициалов. Гражданка Магниткина в течение длительного периода времени нигде не работает. Имеет передо мной задолженность. Постоянно мешает нормальному проживанию в коммунальной квартире, нарушая покой и тишину после 23 часов, являясь домой в нетрезвом виде с посторонними гражданами. Угрожает мне. Гражданка Магниткина ведет беспорядочную половую жизнь с гражданами иностранных государств, используя их впоследствии в качестве финансовой поддержки. 18.09.03 я обнаружила пропажу из мест общего пользования квартиры своих личных вещей. В их краже я подозреваю гражданку Магниткину, так как следы несанкционированного проникновения в квартиру отсутствуют. По данному факту мной был вызван наряд милиции, который произвел задержание посторонних лиц, находившихся в нашей квартире. И в отделении милиции Центрального района Санкт-Петербурга подано заявление с просьбой привлечь Магниткину к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Магниткин в настоящее время продает комнату в коммунальной квартире и пытается оформить выездную визу. Убедительно прошу вас в случае обращения Магниткиной за оформлением выездной визы иметь в виду вышеперечисленные обстоятельства. С уважением, подпись. Здесь много чего намешано. За внешним декором всяких вышеперечисленных обстоятельств убедительно прошу вас ответственности, предусмотренной действующим законодательством, просьбой привлечь наряд, который произвел задержание посторонних граждан и так далее. Вот все эти черты милицейско-бюрократического стиля, который в изобилии представлен в милицейских протоколах, вообще говоря, это заставляет задуматься, не работает ли где-нибудь в милиции или на какой-нибудь бюрократической должности автор этого обращения. Вот несмотря на всю эту внешнюю вооруженность бюрократическим языком, здесь присутствуют и очень наивные утверждения, которые вскрывают, что это не вооруженность, а чистые воды декорация. Например, здесь речь идет о выездной визе. В советское время была выездная виза, но сейчас у нас выездная виза не бывает ее. Визы бывают только въездные в разные иностранные государства, но штука в том, что австрийское консульство в Петербурге не только выездных виз не выдает, но даже и въездных. Это почетное консульство. Так что писать австрийскому консулу об этом совершенно бессмысленно. Ну и вообще, если нам задуматься о том, что же здесь происходит, вот эта Магниткина ей так мешает жить. И вот наконец эта Магниткина, она, наверное, уедет куда-нибудь, хоть в Австрию, хоть еще куда-нибудь. И слава Богу, значит, никто тебе больше жить не будет мешать. Нужно помочь ей уехать. А нет, если она уедет в Австрию, то иностранные граждане, которых она использует в качестве материальной поддержки, устроят ей такое счастье, подобного которому тебе никогда не получить. Поэтому, если тебе его не получить, пусть и ей его не будет, пусть она рядом с тобой мучается в этой коммунальной квартире, а ты будешь писать на нее на доносы. Потому что, если ее не будет, то на кого же, с кем же воевать, эта жертва необходима для того, чтобы была твоя повседневность вот такая вот пассионарная, с борьбой за справедливость, чтобы реализовать твое неравнодушное отношение к делу. Вот эти черты, которые воспитала, в частности, в советском человеке коммунальная квартира, они в значительной мере остаются с нами, по крайней мере, в части наших людей, большая часть жизни которых прошла в окружении коммунального быта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!